Глава восьмая. Греховная натура. Мы не можем сваливать ответственность за все наши грехи на сатану или его демонов. Мы полностью ответственны перед Богом за контроль над собой и за то, чтобы покончить с грехом. Я верю, что когда Адам впал в прегрешение, все его потомки унаследовали греховную падшую натуру своего прародителя. В послании к римлянам в пятой главе в двенадцатом стихе говорится. «Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». В той же главе в восемнадцатом-девятнадцатом стихе говорится. «Посему как преступлением одного, всем человеком осуждение, так правдою одного, всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Что же такое, строго говоря, греховная натура? «Это почти постоянное желание грешить, которое пропитывает каждую часть нашего внутреннего человека». Эндрю Мюррей описывал ее так. «Вся сила греха, которая работает в нас, – ничто. Но поскольку мы унаследовали Адамову падшую натуру, вместе с ней мы получили склонность к непослушанию. Однако мы становимся детьми непослушания по собственному выбору. Ясно, что одного только совершенного Христом оказалось достаточно, чтобы разрушить это непослушание, его проклятие, его господство, его злую природу и злые дела. Непослушание было корнем всех грехов и страданий. Первой целью освобождения было удаление этого злого корня и возвращение человека к своему истинному предназначению в жизни, к послушанию своему Богу». Павел описал это так. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Послание к римлянам, 7 глава, с 19 по 23 стих. Ясно, что желание грешить возникает в то же самое время, когда разум хочет слушаться Бога. Грех – это наша внутренняя часть. Вот почему я называю это греховной натурой. Писание описывает греховную натуру разными способами. Иногда оно называет ее нашим ветхим человеком. В послании к римлянам, 6 главе, в 6 стихе, об этом говорится так. «Зная то, что ветхий наш человек, распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». В послании к Колоссянам, 3 глава, с 8 по 10 стих, говорится «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись в ветхого человека с делами его и облекшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его». Иногда Писание называет греховную натуру «нашей плотью или плотской натурой, потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Грех проходит через все три наши части. Тело, душу и дух. Вот несколько отрывков из Писания, которые ясно показывают, насколько грех взял верх над нами. Тело. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Послание к римлянам, 7 глава, 24 стих. Душа. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Говорится в книге пророка Иеремии, 17 глава, 9-10 стихе. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Послание к римлянам, 8 глава, 7 стих. «Дух. Грех взял верх и в этой области». «Или вы думаете, что напрасно, – говорит Писание, – до ревности любит Дух, живущий в нас? Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и Духа, совершая святыню в страхе Божьем». Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. И, наконец, «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Эти отрывки Писания ясно показывают, что все три части – тело, душа и дух – поражены грехом. Все три должны быть очищены нашим Господом Иисусом Христом. Но день за днем мы имеем дело с грехом, присутствующим преимущественно в нашем разуме. Я не думаю, что мы сможем когда-либо достичь полного понимания всей этой ужасной, низменной греховной натуры, которая будет нашей обузой до тех пор, пока мы не получим прославленное тело и не освободимся от греха навеки. Да, демоны искушают нас грехом, но решение, безусловно, за нами. Мы выбираем грех. Не имеет значения, где демоны атакуют нас – внутри или снаружи. Мы ответственны перед Богом за все, что делаем. Можете быть уверены, что демоны знают нашу греховную натуру вдоль и поперек. Вот почему они могут манипулировать нами так хорошо. Библия полна стихов, которые настойчиво побуждают нас к борьбе с греховной натурой, желающей делать то, что неправильно. Давайте прочитаем. Послание к евреям, 12 глава, 1 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Вы когда-нибудь бывали удивлены, почему Писание содержит так много высказываний, которые предписывают нам прекратить грех? Одна из причин этого заключается в том, что Бог свят и праведен. Он не может позволить греху остаться навсегда. Вот почему Иисус умер на кресте, чтобы заплатить цену за наши грехи и чтобы Богу не пришлось осудить нас, поразив карой, которую мы заслужили. Однако так много людей идут неверной дорогой, думая, что если они однажды были спасены, то последующие грехи уже не имеют значения. Павел высказывается на этот счет в приведенном ниже отрывке совершенно определенно. «Что же, скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Истинная причина, почему так важно для нас удалить грех из своей жизни, заключается в том, что грех отделяет нас от Бога. Вы хотите большего изобилия в вашей жизни? Тогда удалите грех из нее. В 1-м послании к Фессалоникийцам, 4-й главе в 1-м стихе, мы читаем «За сим, братья, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога». Писание кристально ясно. Единственный способ иметь близкие отношения с Богом и жить жизнью изобилия во Христе – прекратить грешить. Между прочим, требование ясного и чистого мышления очень непопулярно, но мы должны исправить себя для Бога. Мы должны показывать послушание и веру. «И Иисус усвоил послушание через страдания. Можем ли мы позволить себе ограничиться меньшим? Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушным Ему виновником спасения вечного». Говорится в послании к евреям, 5 глава, с 8 по 9 стих. «Мы не можем возрастать в Господе без переделывания себя в послушных и исполненных верой людей через уничтожение греха в нашей жизни. Думать иначе – одна из самых грубых ошибок в учении о Святом Духе. Очень многие люди обещают быстрое получение великой силы от Святого Духа. Мы получим силу такого рода только в том случае, если исправим себя в вопросах веры. Я нахожу удивительной ту силу, которую Бог дает новообращенным. Но мы не можем уйти ни на шаг от возрастания и очищения. Этот процесс длится столько, сколько мы живем. Однако вполне реально достичь такой точки, когда многое остается позади. Здесь приведена притча о человеке, который отправился в дальнюю страну, чтобы быть коронованным. Давайте посмотрим эту притчу. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла десять мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла пять мин». Сказал и этому, «И ты будь над пятью городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин». И сказали ему, «Господин, у него есть десять мин?» «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. «Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». В этой притче человек, который ушел, чтобы быть коронованным на царство, символизирует Иисуса. Мы, его слуги, оставленные ожидать его возвращения. Теперь вопрос заключается в следующем. Собираемся ли мы быть исполненными верой и полезными слугами нашего царя? Такими мы станем только в том случае, если будем без колебаний верить в то, что нам дана большая сила и власть во Христе. Так много христиан думает только о выгоде, которую они могут получить от Бога. Такие люди никогда не останавливаются, чтобы задуматься о том, что они здесь только для одного – быть слугами. Господь Иисус ясно показал нам, что слуги должны изменить себя перед тем, каким будет дана сила и власть. Это верно и сегодня. К несчастью, очень многие современные учения стараются уклониться от выполнения этого условия во время испытаний и созревания жатвы. Мы не должны уклоняться от болезненного процесса учебы. Всякий Божий слуга, изображенный на страницах Писания, проходил через такой процесс. Я убеждена, что именно здесь коренится причина падения столь многих лидеров. Их слишком быстро продвинули на позицию лидерства. Вот почему Павел писал Тимофею «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участникам в чужих грехах, храни себя чистым». Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащие в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Церкви Божией. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести, и таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать дослужение». Всякий, кому предстоит занять позицию власти в Божьем Царстве, должен быть верным и послушным Богу и должен отказаться от греха в своей жизни. Это требует времени. Писание не указывает, сколько времени требуется, это зависит от человека, но какое-то время все равно потребуется. В моей жизни было пять лет хождения по узким дорожкам, прежде чем Господь призвал меня начать это служение, а потом еще пять лет, даже больше, тяжких испытаний, прежде чем была напечатана моя первая книга. В общей сложности прошло десять лет интенсивной подготовки и испытаний. Мне пришлось доказывать на деле, что я исполнена веры и послушна. Я благодарна за это тяжкое время, потому что оно дало мне большую устойчивость в Господе, которую я не смогла бы обрести каким-либо другим образом. Наше превосходство над царством сатаны возрастает по мере того, как мы показываем себя непоколебимыми в вере. Мы должны быть верными в малом, прежде чем сможем быть верными в большом. Я верю, что каждый новообращенный получает во Христе власть над демонами, но ему не следует торопиться иметь дело с демонами в других людях, ведь у него еще не было времени возрасти и измениться. Мое сердце наполняется печалью, когда я вижу то, что происходит с теми, кто покинул сатанизм. Так часто, когда их побуждают делать публичные свидетельства и тому подобное, к ним подкрадывается гордость. Они попадают под такую жесткую атаку, против которой не могут устоять. Мой совет таков. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Ходите скромно перед Господом и учите все уроки, которые Он хочет видеть усвоенными. Сотворите из себя исполненных верой и послушных людей. Неважно, каково будет искушение, но никогда не позволяйте новообращенным христианам становиться на место, которое хоть чем-то возвышает их над другими. Вы пожнете падение, новообращенных, если поступите так. Наш Господь столь милостив. Он позволяет нам делать некоторую работу для Него, особенно работу по распространению Евангелия, даже когда мы всего лишь духовные младенцы, которые еще только учатся ходить Божьими путями. Он поступает так, чтобы поддержать нас. Но мы должны желать пройти через процесс тренировки и усовершенствования. В противном случае Он никогда не сможет использовать нас полностью так, как Он хочет, и мы можем эффективно усвоить только те уроки, которые сами захотим усвоить. Вы не сможете возрастать и совершенствовать себя до тех пор, пока не прекратите давать в своей жизни место греху. Бог так сильно желает, чтобы мы были очищены от греха, что пожертвовал своей жизнью, чтобы дать нам возможность очиститься. Мы должны очень сильно желать быть свободными от греха, настолько сильно, чтобы сделать все возможное, как бы болезненно это ни было, ради достижения такой свободы. Итак, мы знаем, что должны прекратить грешить. Но мы еще остаемся в том ужасном сражении, которое Павел описал в 7 главе послания к римлянам. Тогда каким образом мы можем одержать победу в битве против нашей греховной натуры? Ответ прост. Мы должны иметь больше силы, чем имеет наша греховная натура, иначе нам никогда ее не победить. Где же нам взять эту силу? Я верю, что ответ содержится в этом отрывке. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе и Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе и Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Иисус освободил нас от силы греха, претерпев смерть на кресте. Когда мы обрели его как Господа и Спасителя, то остались все еще доступными для смерти. Мы еще не обладаем всем, что Бог обещал нам дать. В будущем, когда Иисус вернется, каждый из нас обретет покой, который Бог обещал после искупления. Мы получим новое, прославленное физическое тело, точно такое же, какое сейчас имеет Иисус. И что лучше всего, наша греховная натура будет уничтожена, а посему нам никогда больше не придется с ней сражаться. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которую он действует и покоряет себе все». В этом наша светлая надежда. В один прекрасный день мы уже больше не пожелаем греха. Мы будем находиться в присутствии Божьем и знать его лично, как я стремлюсь увидеть этот день. Однако, пока он не наступил, мы должны вести битву с грехом. Путь к победе над грехом в нашей жизни имеет две стороны. Первая и самая важная предпосылка победы заключается в работе Святого Духа над нашей жизнью. Вторая дана нам в послании к римлянам и я хочу обратиться сначала к ней. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Просто примите это. Чем больше времени мы будем проводить каждый день, читая Библию, размышляя о Слове Божьем, думая о Боге, тем большую победу над своей греховной натурой мы будем иметь. Царь Давид усвоил этот урок так же, как Иисус навин до него. В Псалме 118, в 9-10 стихе мы читаем «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» И вот ответ «Хранением себя по слову твоему. Всем сердцем моим ищу тебя. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. Сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Бог повелел Иисусу Навину «Да не отходится я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Знаете, Библия обладает одной особенностью, которая делает ее отличной от всех других книг в мире. Библия живая книга. Она живая, потому что сам Бог говорит в ней с нами. Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Ни одна другая книга или какая-либо иная печатная продукция в мире не имеет уникальной силы Библии. Чем больше мы соизмеряем нашу жизнь и мышление с Писанием, тем большую силу мы будем иметь через послушание Ему, избавляясь таким образом от греха. Следовательно, мы должны изучать Библию, чтобы слушаться Ее. Если вы привыкнете изучать Библию без должного прилежания и желания научиться послушанию, у вас будут серьезные трудности из-за противления. Никогда не читайте Слово Божье без настроя слушаться Его и взыскивать Божьей милости, чтобы всегда так поступать. Бог дал нам Свое Слово для того, чтобы сказать, что Он хочет от нас и показать Свою милость, даровав возможность выполнять Его волю. Как грустно думать, что это очень религиозно, читать Слово без всяких усилий со Своей стороны, чтобы слушаться Его. Боже, избавь нас от такого греха. Дай нам сделать своей сокровенной привычкой говорить Богу, Господь, какой бы ни была Твоя воля, я послушаюсь Ее. Всегда читайте, настраивая свое сердце на желание смиряться. Вы когда-нибудь замечали, насколько это трудно, взять Библию и вновь начать читать ее, если до этого вы позволили себе обойтись без чтения несколько дней. О, как быстро наша греховная натура усиливается, если мы не держим ее под контролем. Апостол Павел прочно усвоил это после долгих лет служения. Он сказал, но я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Я благодарна Святому Духу за то, что он побудил Павла записать это утверждение. Было очень полезно для меня узнать, что даже апостол Павел должен был бороться со своей греховной натурой. Вот небольшой тест для вас. Сколько раз на дню вы думаете о Боге или о Писании и как часто беседуете с Богом? Как часто вы останавливаетесь, чтобы задуматься, что же происходит с вами или чего вы желаете и каким образом это сочетается с Писанием? Вам нужно делать это практически постоянно. Если вы будете так поступать, скоро обнаружите, что изменится вся ваша жизнь. В Писании есть необыкновенная чистота. С тех пор, как я работаю с людьми, оставившими сатанизм, я вижу и слышу столько ужасных вещей, грех и извращенность в жизни этих людей необычайны. Я обнаружила, что когда я постоянно настраиваю свой разум на Писание, оно приносит в мой разум необыкновенную чистоту. Те из нас, кто был призван Богом для труда в областях, где люди вовлечены в ужасное извращение, должны очень тщательно очищать свой разум при помощи Слова Божьего. Если не делать этого, то скорое падение неизбежно. Держать свой разум под постоянным контролем реальный ключ к победе над грехом. Именно это имеется в виду в послании к римлянам в 8 главе в 5 стихе. Чем больше наш разум нацелен на Божьи дела, тем меньше мы будем грешить. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, говорится в 12 главе послания к римлянам во 2 стихе. И пленяем всякое помышление в послушание Христу, пишет Павел во 2 послании к коринфянам в 10 главе в 5 стихе. Это должно быть нормальным для христианина жить так, чтобы грешить очень редко. Вот почему апостол Иоанн написал следующее. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Если вы не поступаете так, могу вам рекомендовать внимательно прочитать все, что сказано о пленении всякого помышления в главе названной «Человек с двоящимися мыслями» в моей второй книге «Приготовься к войне». Мы не можем одержать победу над грехом до тех пор, пока не натренируем свой разум и не пленим всякое свое помышление в послушание Христу. Как бы там ни было, наполнение своей жизнью Словом Божьим полезно и необходимо, поскольку оно содержит в себе исчерпывающие ответы на все вопросы. Мы также должны обладать силой. Эта сила приходит к нам от Святого Духа. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Вот что сказал Иисус о Духе Святом. Потому что Бог производит у вас и хотение, и действие по своему благоволению. Только при помощи Святого Духа мы можем победить грех и прекратить грешить. Помните слова, которые я говорила вам о том, что есть две стороны свою греховную натуру. Контроль над нашими мыслями и наполнение нашего разума Словом Божьим это первая сторона. Пребывание в силе Святого Духа это вторая сторона. Мы должны иметь и то, и другое. Чем дольше я живу по такому образцу с моим Господом, тем дальше ухожу от моей собственной беспомощности в борьбе с грехом в своей жизни. Слава Богу, сила Святого Духа, делает меня способной одержать победу. Взгляните на отрывок, приведенный выше. Когда Иисус был на земле в человеческом теле, Его ученики следовали за Ним по вере, и Он служил каждому из них ежедневно. Но они снова и снова падали. Почему? Потому что независимо от того, насколько они были исполнены верой и посвящены Богу, внутри у них не было превосходства над своей греховной натурой. Поэтому, несмотря на то, что они находились в присутствии самого Бога, они впадали в неверие и грех снова и снова. Вот почему Иисусу было необходимо покинуть землю. Когда Иисус прекратил свое пребывание на земле в человеческом теле, то смог послать Святого Духа, чтобы Он работал с учениками изнутри. Иисус сделал это возможным, заплатив на кресте цену за наши грехи. Когда мы были очищены от грехов, Сам Бог в Ипостаси Святого Духа смог войти в нас и принести с собой силу, которая нужна была нам для победы над грехом. Если вы никогда не становились на колени и не просили Отца наполнить вас Его Святым Духом, чтобы иметь силу восстановить грех, вам нужно это сделать. Но это улица с двухсторонним движением. Чем больше вы наполняете свой разум Словом Божьим и избавляетесь от греха в вашей жизни, тем с большей свободой Святой Дух может действовать в ней своей силой. Пожалуйста, не идите по ложной дороге, думая, что Святой Дух это все, что нужно, и вам уже ничего не придется делать самостоятельно. Это неверно. Иаков выразил эту идею очень просто. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Так как и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Сегодня так много тех, кто ступил на тропу охотников за чудесами и знамениями. Такое происходит, потому что в христианских магазинах очень много книг на темы как исцелять, как творить чудеса и тому подобное. Но Бог гораздо более интересуется нашим ежедневным послушанием и хождением перед Ним в вере. В этом случае Он Сам совершает знамения и чудеса. А между тем, многие христиане так часто поддаются обольщению и принимают демонические подделки за чудеса и знамения Божьи. В вашей жизни никогда не будет истинных знамений и чудес от Святого Духа, если вы не пойдете путем послушания и дисциплины, полностью отказавшись от греха. Святой Дух, чудесный помощник в нашей борьбе с грехом, попросите Господа оживить в вашей памяти стихи из Писания, особенно те, которые подходят к совершенному вами греху. Запомните эти стихи и просите Господа напоминать вам о них всякий раз, когда вы вновь близки к совершению греха. Святой Дух знает все, что мы делаем, еще до того, как это произойдет. Он наблюдает за всеми нашими поступками. Он помогает нам прекратить грешить. Позвольте мне привести пример из своей жизни. Несколько лет тому назад две молодые женщины вместе с Иланией пришли ко мне, чтобы нам вместе пожить несколько месяцев. Они были призваны Богом, чтобы помочь в нашем служении, но не хотели подчиняться жесткой дисциплине, которая необходима в жизни. Все кончилось тем, что те женщины выступили против меня и начали распространять ложь обо мне среди тех людей, с которыми я была знакома. Меня злила вся эта ситуация. Однажды в конце недели, во время специально выделенное для спокойного общения с Господом, я начала читать послания, написанные Петром. Я дошла до 1 Петра, 2 глава с 21 по 23 стих. «Когда я читал эти стихи, Святой Дух проговорил ко мне, выучи эти стихи, и всякий раз, когда ты будешь приближаться к греху в подобных ситуациях, я напомню их тебе. Вот стихи, которые я выучила. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Видите ли, стихи из Писания говорили мне, чтобы я не оборонялась в ответ на то, что те две женщины распространяли обо мне ложь, но чтобы я простила их и отдала всю ситуацию в руки Божьи. В общем, я попросила их убраться, но Господь буквально заблокировал их от выполнения моего требования на три долгих месяца. Как вы думаете, сколько раз Святой Дух оживлял те стихи в моем разуме за эти три месяца? И, оживляя их в моем разуме, удерживал меня от согрешения в той ситуации. Слава Богу, Святой Дух будет великим помощником для вас, если вы пожелаете слушаться Его. То, что я хочу вам дать, очень важный принцип. Корень всякого греха — эгоцентризм. О, как мы любим думать о самих себе! Корень всех умственных болезней — грех эгоцентризма. Для тех, кто умственно болен или имеет множество проблем в своей жизни, характерно то, что они отказываются думать о других и думают только о себе. Обратите внимание, я сказала, они отказываются, вместо того, чтобы сказать, они не способны. Умственно больные люди сами более всего стремятся быть таковыми. Они оправдываются прошлым отвержением и ранами. Но остановитесь на минуточку. Кто-нибудь переживал отвержение большее и раны страшнее, чем Иисус? Нет. В какое ужасное положение мы попали бы, если бы Иисус предпочел проводить свое время в самосожалении, оплакивая свое отвержение и те раны, которые ему нанесли. Большинство людей, независимо от того, попадают они в категорию умственно больных или нет, проводят массу времени, думая только о себе. Это особенно верно в отношении людей, которые страдают так называемым комплексом неполноценности. Я была виновна в этом грехе много лет. Это было первое, на что Святой Дух потребовал обратить внимание вскоре после того, как я сделала Иисуса главным повелителем своей жизни. Я испытала много отвержения в детстве. В результате я начала думать, что я бесполезна, уродлива и омерзительна в глазах других людей. У меня развился такой комплекс неполноценности, что одна я никогда не заходила даже в забегаловку с пищей быстрого приготовления, когда нужно было поесть. Мне не хотелось, чтобы люди смотрели на меня. Не забуду один из вечеров вскоре после того, как я сделала Иисуса Господином своей жизни, когда Святой Дух занялся моими проблемами. Я проезжала мимо въезда в Макдональдс. В этот момент Господь проговорил ко мне с проникновенной ясностью и силой. Нет, ты въедешь внутрь, сядешь за стол и будешь есть. Но Господь, ответила я, ты ведь знаешь, что я не могу этого сделать. Что подумают все эти люди, когда увидят, что я ем одна? Ответ Господа был быстрый, ясный и в самую точку. В том-то и проблема. Ты ни о чем не думаешь, кроме себя. Ты должна исповедать свой комплекс неполноценности как грех. Это грех эгоцентризма. На самом деле ты не настолько важна для других людей, чтобы они так сильно о тебе беспокоились. Я была шокирована. Но тем не менее, быстро поняла, что сказанное Святым Духом является правдой. Паранойя, комплекс неполноценностей, реакция людей на отвержение в их прошлой жизни – все это грех эгоцентризма. Настало время прекратить думать о себе все время и стать такими слугами нашего царя, какими мы должны быть. Кто-нибудь ранил вас? Тогда вы должны простить его раньше, чем это сделает Бог. Вы знаете, что это такое простить? В Евангелии от Луки в 6 главе в 36-37 стихе говорится «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете». В послании к Ефесянам в 4 главе с 30-го по 32-й стих говорится «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Если мы отказываемся простить тех, кто ранил нас, мы огорчаем Святого Духа, из-за чего Он не может работать в нашей жизни. Большинство людей, вышедших из сатанизма, были ужасно искалечены, пока находились там. Это особенно верно в отношении тех, кого родители сатанисты с детства посвятили дьяволу, и тех, кто с молоду был туда рекрутирован. Надругательство, которое вынесли эти люди, превосходят то, что может себе представить нормальный человек. Но как бы там ни было, Слово Божье относится к ним и к вам точно так же, как и к тем, кто вообще никогда не был оскорблен подобным образом. Они должны простить тех, кто ранил их, чтобы Отец смог простить им их грехи. Здесь приведены четыре основных шага к прощению тех, кто ранил вас. Первый шаг. Мы прощаем не потому, что нам это нравится. Мы прощаем, когда это становится чистым побуждением нашей воли быть послушными Божьему повелению. Второе. Когда мы прощаем кого-либо, мы познаем, что больше не имеем никакого права мстить этому человеку. Мы знаем того, кто сказал, «У меня отмщение, я вас дам», говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога Живого. Поэтому благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Третье. Собираясь простить кого-то, мы должны последовать Божьему примеру прощения. Простив кого-то, мы уже не имеем права оставлять в разуме воспоминания о том, как этот человек ранил нас. Мы должны тренировать свой разум и прекратить думать о себе. «Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконии их, не воспомяну более», говорится в послании к евреям, 8 глава, 12 стих. Четвертое. Когда мы сделали эти шаги в послушании Богу, мы можем просить Отца контролировать и изменять наши эмоции в каких-либо ситуациях. Мы человеческие существа. Можем сделать очень мало для контроля над нашими эмоциями или для изменения их. Но Господь может и хочет делать это, когда мы послушны Ему и прощаем тех, кто ранил нас. Так часто христиане совершенно уходят от полного прощения, сдерживая свои чувства. Мы знаем, что не должны быть полны горечи или гнева, когда кто-то действует против нас. Намного легче отмахнуться от эмоций неприятия в нашем разуме, чем иметь дело с необходимостью прощать в ситуации противостояния. Если брат или сестра грешат против нас, нам нужно не только простить их, нам предписано также поговорить с ними и указать им на их грех. Потом, независимо от того, раскаялись они или нет, от нас требуется прощение. Сдерживание гнева и обиды это один из способов уклониться от сложной ситуации. Это не Божья воля. Бог всегда требует честности. Прощая кого-нибудь, мы должны еще честно обратиться к Господу, анализируя свои эмоции и допуская только положительные. Когда мы поступаем так, то получаем право просить Господа исцелить и изменить наши эмоции. Мы будем поступать так, если уходим в послушании Ему. Я знаю, что чтение этих строк многих из вас сильно разозлит, но я должна сказать вам то, чему научил меня Господь. Вы не имеете права жить, оглядываясь на раны прошлого. Бог требует, чтобы вы простили и забыли, прекратив думать о себе и о том, как вы были ранены. Если вы не делаете этого, то живете в активном грехе. В конце концов, все мы должны прийти к зрелости во Христе и воплотить слова из послания Иакова 4 главы 17 стиха в свою жизнь. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Говоря простыми словами, мы должны делать правильные вещи только потому, что это правильные вещи, а не потому, что кто-то требует от нас их выполнения. Если мы сумеем совершить одно только это, великое множество межличностных проблем просто исчезнет. В Соединенных Штатах Господь милостиво дал нам простой инструмент для решения этой задачи на примере на примере предмета, который каждый имеет дома и который может научить нас важному принципу. Это мусорная корзина. Когда мы придерживаемся принципа, изложенного в послании Иакова в 4 главе 7 стихе, то это будет выглядеть как то, что мы выбрасываем мусор. Будьте честными, Слово Божье говорит, что если мы знаем, как правильно поступать и не поступаем, то мы грешим. Если вы видите, что мусорная корзина переполнена, то знаете, что нужно опорожнить ее, и когда опорожняете ее, то не ходите к своим родителям или супругу и не говорите что-то вроде того, дорогая, я выбросил мусор ради тебя. Однако вы желаете, чтобы вас одобрительно похлопали по плечу, а между тем, вам следовало опорожнить корзину просто потому, что это нормальный, когда вы делаете некоторые вещи лишь потому, что кто-то от вас их ожидает, у вас будет много раздражения по отношению к ожидающему. Мне нужно сделать то и это потому, что этого ждет моя жена или мне нужно сделать то и это, иначе моя мама рассердится. Сколько раз вы слышали подобное? Очень печально, что и к Богу мы относимся точно так же. Мы раздражаемся на Бога, так как чувствуем обязательность выполнения каких-то дел только лишь потому, что того требует Господь. Но не выполнять того, что правильно, это грех. Я верю, что более чем три четверти всех проблем между членами церквей разрешились бы, начни люди поступать так, как учит этот отрывок Писания. Делайте правильные вещи. Я не перестаю поражаться тому, как люди могут жить и действовать с ощущением своей правоты после того, когда они увидели необходимость сделать нечто, но не сделали. Это признак незрелости. Из-за такой нашей жизненной позиции Господь вынужден наказывать нас столь часто. Отсюда начинаются проблемы в наших отношениях с Ним. хорошо помню день, когда я ехала на работу и Господь проговорил ко мне, сказав, что я должна некоторым образом дисциплинировать тех двух молодых женщин, которые пришли жить в мой дом около месяца назад. Я была в круговороте событий, устала и не хотела препирательства. Я сказала, «О, отец, я не думаю, что препираться полезно. Когда бы я не попыталась сделать это, люди старались послать меня куда подальше. Они говорили нечто вроде этого, кто ты такая, кто поставил тебя на место Бога?» Ответ Господа был ясен и полон силы. Дитя, тебе бы не хотелось точно сосчитать, сколько раз ты старалась послать меня куда подальше. Вот тебе пример. Отец, если ты любишь меня, почему ты допустил, чтобы то и это случилось со мной? Нужно ли говорить, что я не хотела это считать? А как часто вы пытались послать Бога куда подальше? Бог, если ты любишь меня, как же тогда ты мог допустить, чтобы это произошло со мной? Бог, если бы ты любил меня, тогда дал бы мне то и это. Как любящий Бог мог позволить тому и этому случиться? Все подобные вопросы, грех и признак нашей ужасной незрелости. Настало время для нас, христиан, отвратиться от подобного. Павел Павел когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а когда стал мужем, то оставил младенческое. Мы должны оставить все эти младенческие дела. Давайте вспомним свои обязанности и поручения и выполним их. Давайте выстоим в битве с нашей греховной натурой и победим. Это единственный путь к изобильной жизни во Христе Иисусе Господе нашим. Если читатель облечен этой главой до такой степени, чтобы взять в свои руки контроль над своей греховной натурой, то хорошим стартом будет исповедание всех прошлых грехов перед Богом. Пожалуйста, посмотрите приложение А, где есть несколько полезных заметок о том, как осуществить такое исповедание. Глава девятая Осквернение Божьего храма Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Второе послание к Тимофею, вторая глава с девятнадцатого по двадцать первый стих. На протяжении всего Нового Завета нас снова и снова увещевают очиститься, сделать свой сосуд иными словами себя незапятнанным. Наш Господь Иисус Христос заплатил ужасную цену на кресте, так что мы можем теперь отступить от неправды и стать сосудом чести. Есть две сферы, где необходима эта чистка. Первая из них находится в нашей греховной натуре. Во-первых, мы должны поставить свою полную греха натуру под контроль и удалить из своей жизни сознательный грех. Во-вторых, мы должны удалить всю скверну из Божьего Храма, то есть из себя. Я верю, что Божий Храм оскверняется не только активным участием в грехе, но также и присутствием демонов. Это приводит нас к вопросу, который все так ненавидят обсуждать. Может ли христианин иметь внутри себя демона? Я убеждена, что Писание ясно показывает нам, что это возможно. Кто разрушает ограду, того ужалит змей. Говорится в книге Экклезиаста, 10 глава, 8 стих. Демоны однако не могут влетать в человека всякий раз, как только захотят. Мы от этого ограждены, и они не могут войти до тех пор, пока мы сами не проломаем дыру в защитном ограждении. Каким же образом можно проломать дыру в защитном ограждении? Через грех. Такие грехи, которые разрешают демонам войти, я называю оскверняющими храм. Почему? Потому что суть вопроса о демонах внутри христиан такова. Может ли храм Божий, то есть мы, быть оскверненным? И если да, то как Писание трактует значение термина «осквернение»? В Ветхом Завете Бог дал своему народу, сынам Израилевым, множество картинок из жизни, чтобы он мог осмыслить приход Мессии и работу, которую он произведет. Например, через жертвоприношение за грех евреи получили понимание необходимости пролития невинной крови и лишения жизни в качестве расплаты. Жертвоприношение за грех давало яркую иллюстрацию того, что Иисус проделает на кресте однажды изо всех. В то же самое время храм Божий, построенный царем Соломоном, являлся наглядным изображением тех из нас, кто вошел в завет с Христом. Мы храм Бога Живого. Святой Дух пребывает в нас точно так же, как раньше сам Бог присутствовал в Соломоновом храме. Давайте посмотрим на жертвоприношение в Соломоновом храме. Храм был повернут на север. Он был окружен стеной с двумя воротами. Одни ворота располагались в северной стене, другие восточной. Медный алтарь, который использовался для жертвоприношения за грехи, находился в передней части храма. Сам же храм делился на две части. Передняя его часть называлась внутренним двором, а задняя святое святых. Присутствие Божье пребывало в святом святых, на месте Божьей милости. Первосвященник мог входить в эту часть храма только один раз в год. После смерти Соломона его сын Раваам сел на троне. Но Раваам не послушался благочестивого совета, который дали ему старцы, и притеснял своих подданных, из-за чего те взбунтовались, и народ Израиля разделился надвое. Город Иерусалим был в той части, которая называлась Иудеей, другая же часть государства называлась Израилем. Злой царь Монасия прямо внутри храма поставил жертвенники своим сатанинским богам. Во второй книге Параллипоменон в 33 главе в пятом стихе об этом сказано так. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. С той поры Господь медлил с возвращением своего присутствия в святое святых целых сто лет. Израильская часть народа была взята в плен незадолго до того, как жители иудеи попали в плен. Иезекииль пророчествовал о вавилонском пленении одновременно с Иеремией, который пророчествовал в Иерусалиме. Восьмой десятой главах книги Иезекииля описывается, как Господь перенес в духе этого пророка из вавилона в Иерусалим, чтобы показать осквернение храма. И простер он как бы руку и взял меня за волосы головы моей и поднял меня дух между землей и небом и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле, и сказал мне, «Сын человеческий, подними глаза твои к северу». И я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. Мы точно не знаем, на что был похож этот идол, но зато нам известно, что демоны связаны со всеми идолами. Павел писал об этом особо. Что же я говорю, то ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Отсюда ясно, что демоны были около алтаря вместе с идолами. Далее Господь показал Иезекиилю стены вокруг храма. «И вошел и вижу, и вот всякое изображение пресмыкающихся нечистых животных и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом». Какова же причина появления этих оккультных рисунков, которые столь похожи на современную графику? Среди колдунов всех разновидностей хорошо известно, что демоны находятся в тех местах, где есть оккультное изображение, поэтому демоны находились на стенах храма повсюду. Взгляните еще раз на рисунки в храме. Следующее событие происходило прямо внутри храма, перед северными воротами. «И привел меня ко входу во врата дома Господня, которая к северу, и вот там сидят женщины, плачущие по фаммузе». Большинство христиан не разумеют смысла сказанного здесь. Прежде всего вы должны понять, что цель всех оккультных ритуалов состоит в том, чтобы принести демонов и чтобы они потом находились среди людей, выполняющих эти ритуалы. Итак, почему там были женщины, плачущие по фаммузе? Те женщины принимали участие в обычном среди вавилоня на ритуале поклонение демону. Фамуза демонический бог, в которого предположительно перевоплотился Немрод. Кто такой Немрод? Немрод и его жена Семирамис это те люди, которые после потопа руководили насаждением различных форм поклонения демонам. О Немроде кратко упоминается в книге Бытие в 10 главе в 9-10 стихе. Древняя история гласит, что Нинус первый ассирийский царь, основатель и строитель древнего Вавилона, где была построена Вавилонская башня, и Немрод это одно и то же лицо. Немроду поклонялись в Египте как богу Осирису. Это описано в памятниках египетской письменности, где мы находим рассказ о насильственной смерти Немрода. По всей вероятности, он был убит сыном Ноя, Симом, приговорившим его к смерти за отвратительную практику поклонения демонам. Существовала и некая женщина, которую более всех прочих волновала трагическая смерть Немрода. Это его жена Семирамис, которая, находясь в низком подчиненном положении, была вознесена до такой высоты, что разделила с ним престол Вавилонский. Как ей следовало поступить в столь сложной ситуации? Могла ли она спокойно смириться с потерей почестей и славы? Нет, смерть мужа нанесла тяжкий удар по ее власти, однако на решительность и необузданные амбиции этой женщины не повлияло. Напротив, амбиции взлетели еще выше. При жизни ее муж был почитаем как герой. После его смерти она заставила поклоняться Немроду как богу, да-да, как обещанному женщине Семени. Зороастра это тот, кто якобы предназначен поражать змея в голову и, делая так, в свою очередь должен был быть поражаем в пяту. Патриархи и весь древний мир были прекрасно знакомы с великим первобытным эдемским обетованием. Они хорошо знали, что поражение в пяту обетованного потомства подразумевает его смерть и от этого проклятия мир может быть избавлен только через смерть великого избавителя. Если обещание поражать змея в голову, записанное в бытии, действительно было дано нашим прародителям, если все человечество произошло от первых людей, можно ожидать, что какие-то следы этого обетования обнаружатся среди всех народов, и это факт. Среди людей и их всевозможных кланов, когда-либо живших на земле, очень трудно найти таких, которые не были бы ослеплены подобной мифологией. Итак, Семирамис провозгласила умершего Немрода, так сказать, освободителем, которого Бог пообещал Адаму и Еве в Эдемском саду. Короче говоря, после смерти мужа у нее родился сын, который был назван Фомузой. Семирамис провозгласила, что это вернувшийся к жизни Немрод, как и было обещано Богом и Его великим мессианским обетованием, данном Еве. На протяжении долгих веков и во многих землях всего мира эта лже-матерь со своим младенцем были под разными именами объектом поклонения. Семирамис стала Царицей Небесной и остается таковой до сегодняшнего дня. Таким образом, плач по Фомузе проводился для возвращения Немрода на землю, и демоны под именами, которым люди поклонялись, присутствовали среди тех, кто выполнял обряд. Следовательно, демоны находились внутри храма, близ северных ворот. Затем Господь сказал Иезекиилю, что собирается показать ему наихудшую из мерзостей, и ввел меня во внутренний двор дома Господня. И вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около двадцати пяти мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток и кланяются на восток солнцу. Поклонение солнцу на востоке – это египетская разновидность служения демонам. Есть не что иное, как поклонение богу солнца Осирису, который, как ранее сказано, был египетским двойником немирода. И вновь цель этого поклонения – обеспечить присутствие демонов среди людей. Во втором Паралипоменон в тридцать третьей главе в пятом стихе, где говорится о Манасии, тоже ясно показано присутствие демонов внутри храма Божьего, но Божье присутствие, тем не менее, сохранялось там. Демоны и Божье присутствие находились одновременно в одном и том же храме. Я верю, что это иллюстрация того, что может происходить с нами. Ничего подобного не бывало до того момента, когда Господь особым образом показал все эти мерзости и языки Илю, который затем увидел славу Господню, поднимающуюся от храма и покидающую его. Но, пожалуйста, вспомните, ранее я показывала вам, что это осквернение демоническим присутствием продолжалось в храме почти сто лет, в конце концов, Бог произвел суд, Он лишил храм своего присутствия, после чего здание было полностью разрушено. А теперь давайте посмотрим на Новый Завет. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы? Эти два стиха недвусмысленно адресованы христианам. Если бы невозможно было для храма Божьего быть оскверненным, таких стихов не было бы в Писании. Они содержат разумное предостережение. Не позволяйте, чтобы ваш храм был осквернен. Если позволите, то будете разрушены. Интересно вот что. Для обозначения понятий «осквернить» и «разрушить» здесь употреблено одно и то же греческое слово, значение которого «коррупция», «разрушение», «развращение», «приведение в плохое состояние». Я верю, что смысл здесь в том, что осквернение, которое человек допускает в храме, в самом себе, в конечном итоге вызовет его разрушение. Например, если человек принимает участие в гомосексуальных отношениях, он не только получит осквернение демонами, но может также получить и спид. Спид же поразит его физическое тело, разрушая таким образом храм. Рожденный свыше верующий не может ожидать от Бога защиты от спида, если он продолжает принимать участие в гомосексуальных взаимоотношениях, точно так же, как не может ожидать защиты от проникновения в него демонов. Многие люди спрашивали меня, считаю ли я, что разрушение, упомянутое здесь, обозначает утрату вечного спасения? У меня нет окончательного ответа на этот вопрос, но если говорить о моем понимании, то я так не думаю. Полагаю, что в этом случае физическое тело будет разрушено, но душа и дух еще могут продолжать быть с Господом. Однако, как бы то ни было, верующий потеряет награду на небесах. В стихах, предшествующих тем, что приводились ранее, Павел проводит такую мысль «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Мы слышим очень мало проповедей на эту тему. Люди не любят размышлять о потере награды на небесах. Мы хотим думать, что все получим одинаковую награду, независимо от того, что мы делаем здесь, на земле. Это просто-напросто неправда. Человек может и не утратить спасение, но если он позволит осквернению продолжаться в своей жизни, то не получит награду, которую мог бы получить, если бы жил жизнью полного послушания Господу. Один из главных аргументов против того, что христиане могут иметь внутри себя демонов, звучит так, что общего у света со тьмою. А теперь давайте посмотрим этот отрывок Писания в контексте с остальными стихами. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и тщерями, говорит Господь Вседержитель». Этот отрывок был адресован христианам Коринфа, потому что совершенно очевидно, многие из них уже пошли под чужое ярмо. Павел говорил, чтобы они очистили свою жизнь. Таким образом, этот отрывок может быть использован в качестве доказательства того, что христиане не могут иметь демонов. Как раз наоборот, Павел продолжает в 7 главе. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, всякое доброе дело». Мы должны очистить свой сосуд. Мы должны очистить храм Божий, то есть себя. Ясно, что дух Божий и демоны могут находиться вместе в одном и том же храме в одно и то же время, как в Ветхом Завете. Ясно также, что Писание предостерегает против осквернения храма Божьего, то есть нас. Снова и снова нас предупреждают об очищении самих себя. Оставшаяся часть книги написана, чтобы помочь вам быть послушными Слову Божьему и очиститься. Хотите ли вы позволить тому, что вас оскверняет, продолжать пребывать в вашей внутренности? Глава десятая Дух и Духовный мир Похоже, что наши дни, когда идет беспрецедентная экскалация оккультизма и зла, отличаются одной особенностью. Кажется, еще не было такого периода, когда буквально все христиане столь мало верили бы в реальность Духовного мира и в Сатану с его царством. Для любого из авторов Писания не было большой нужды специально учить о Духовном мире, потому что все народы верили в Него и знали об оккультизме. Во времена Моисея, например, Господу не нужно было выделять и описывать оккультную практику, потому что буквально все люди прекрасно знали, о чем идет речь. Израильтяне провели 400 лет среди египетской культуры, круто замешанной на оккультизме и поклонении демонам. Но сегодня мало христиан имеют какое-либо понятие о том, что такое колдун и вызыватель мертвых, а также о реальном значении слова «ворожить». В книге Второзакония 18 главе с 9 по 12 стих мы читаем следующее «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, из-за сии то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Господу не нужно было давать объяснение всем понятиям, перечисленным в этих стихах, потому что люди знали, о чем Он говорит. Когда наступили времена Иисуса и пришла пора написать Новый Завет, знание об оккультизме и демонах были широко распространены. К слову сказать, весьма распространенным было также и убеждение, что демоны способны на любые чудеса. Столь обычным было во времена Господа нашего верить в демонов и данную им силу, что даже Иосиф утверждал, будто сила колдовства, изгнания духов, магических проклятий, идущие со времен царя Езекии и якобы данные ему Богом вполне реальна. Иосиф свидетельствует, что сам был очевидцем одного сверхъестественного исцеления, достигнутого посредством повторения магических формул. Это подтверждает, что действительно существовало мнение о том, будто бы сверхъестественные исцеления, совершаемые нашим Господом, приписывались демонической силе. Такое мнение отражено и в Писании. Мы должны помнить, что практикование магии категорически запрещалось израильтянам. И это было главным принципом. Колдовство и магия не имели никакой силы над Израилем, если он принадлежал и служил своему Богу. Но даже в этом случае теория и практика, чему суждено было вскоре появиться, не согласовывались между собой. Так, в определенных обстоятельствах повторение магических формул было признано законным даже в субботу. Египет был почитаем как родина магии. В связи с этим заслуживает упоминание тот факт, что Талмуд изложение иудейских законов талмудистами приписывает к магии чудеса, творимые Иисусом, которые он якобы научился, когда жил в Египте. С тех пор каждый путешественник, оставляя Египет, стремился унести с собой в другие земли всевозможные магические тайны. Здесь может оказаться интересным обратиться к некоторым странным идеям, которые раввинизм приписывает раннему христианству. Как видно из взаимоотношений между этими двумя группами верующих, евреи не отвергали чудесные дары в церкви, а только лишь приписывали их существование магии. Как это все отличается от современного христианства? Обычный христианин вообще не имеет понятия, что такое оккультизм. Вот почему так много верующих попадают в сатанинские ловушки из-за игнорирования этих знаний. Сегодня нам нужно прийти к основополагающему пониманию оккультизма, чтобы не попадать в ловушки, принимая его так, как будто бы он происходит от Бога. Оккультная практика буйно разрослась в церквях. Очень много христиан все чаще и чаще обращаются к оккультным формам альтернативной медицины, к гаданиям, предсказаниям будущего и множеству других колдовских мерзостей. Писание говорит ясно, если вы имеете хоть какую-нибудь связь с оккультизмом, то будете осквернены. Осия в 4 главе в 6 стихе гласит «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Дорогие христиане, давайте пробудимся и очистим себя от всякого такого осквернения. Цель этой книги помочь вам прийти к пониманию того, насколько быстро распространяется оккультизм, а также того, что недостаточно освободиться от какого-либо контакта с ним, необходимо еще и избежать его ловушек. Главное, что должен сделать христианин для понимания оккультной сферы, уразуметь сущность человеческого духа и тем самым признать существование духовного мира. В этом мире только два господина, два источника власти – Иисус Христос и сатана. Власть сатаны ограничена. Власть Иисуса Христа – это абсолютная, ничем не ограниченная власть всемогущего Бога. Главная цель всего, что относится к оккультизму, заключается в том, чтобы достигать и поддерживать контакт с духовным миром и духами, которые там существуют. Оккультизм поддерживает контакт с духовными сферами для получения власти. Каждое человеческое существо в этом мире жаждет власти. Это самый главный корень нашей греховной натуры. Только лишь от одного бывает счастлив сатана – от предоставления людям фальшивой власти для того, чтобы они творили все, что им вздумается. Он делает это, чтобы удержать их от обращения к единственному истинному Богу Иисусу Христу. К несчастью, христиане, человеческие существа с греховной натурой, тоже желают власти. Сатана принес массу обольщений в христианские церкви, заставляя людей думать, что они ощущают и используют Божью силу, в то время как на самом деле они используют сатанинскую силу. Если христианин собирается твердо выступить против последнего, грандиозного нашествия сатаны, он должен иметь правильное библейское понимание того, что такое человеческий дух и что такое духовный мир в целом. Как получается, что мы физические создания оказываемся способными поддерживать контакт с нефизическим духовным миром? Ответ можно найти в Писании. Это происходит потому, что Бог сотворил нас себе подобными. Он создал нас состоящими из трех частей, поскольку Сам является троицей. Мы имеем тело, душу и дух. Через свою духовную часть мы можем познавать духовный мир. Это одинаково касается как христиан, так и нехристиан. Еще раз прочитаем первое послание к Фессалоникийцам, 5 главу, 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Павел учит нас, что мы люди являемся три едиными существами, то есть мы имеем три части тела, душу и дух. Апостол недвусмысленно утверждает, что все эти три части должны быть очищены и подчинены Иисусу, и Иисус Сам должен сделать способными сохранить все наши части непорочными до его возвращения. Я верю в следующее. Изначально Бог сотворил человека таким образом, что все три его части находились в совершенном единстве, подобно тому, как его единство было и остается совершенным. Другими словами, тело, душа и дух человека были едиными и совершенными. И создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою, сущностью, которая явлена как единство разума, воли и эмоций. Я верю, что до падения Адам и Ева имели множество способностей, которых мы, падшие существа, сегодня не имеем. Почему? Потому что их тело, душа и дух были едины. Где мы можем найти пример другого такого совершенного человека? В Иисусе Христе. Иисус Христос был без греха. Во многих местах Писания Он назван вторым или последним Адамом. После Своего воскресения Иисус все еще имел физическое тело, однако это было прославленное физическое тело, подобное тому, которое каждый из нас в один прекрасный день будет иметь. Писание говорит, что тогда у нас будет такое же тело, как у Иисуса сейчас. В тот день мы станем такими, какими был человек до греха падения, и вновь люди будут совершенным единством всех трех частей. Каковы же характеристики этого единства, существовавшего до падения человеком? мы видим их в Иисусе, особенно после его воскресения. Он мог, находясь в физическом теле, делать то, что может делать дух, например, проходить сквозь стены. Я верю, что при грехопадении в человеке произошло ужасное разделение. Тело, душа и дух более не были в их изначальном общении друг с другом. Остановитесь на минуту и задумайтесь, какая, по вашему разумению, главная характерная черта того, кто прочно одержим демонами? Сверхъестественная сила. Эта сила – результат контроля духа над физическим телом, в данном случае демонического духа. Люди вовлечены буквально в военные действия ради получения сверхъестественных способностей для своих физических тел, способностей, которые приходят только с контролем духа над физической сферой. С момента падения человеческие существа, естественно, уже не имели контроля над своим духом. Но оккультисты должны заполучить этот контроль для поддержания губительных контактов с духовным миром. Во всей сфере оккультных действий много лжи. Сатана и его демоны не хотят, чтобы люди понимали, что делают. Для этого они фабрикуют ложь и поддерживают ее, творят фальшивые чудеса. Одно из этих чудес – третий глаз. Появление третьего глаза восходит к античности. Обладание, так сказать, третьим глазом – это способность видеть духов или усиливать контакт с ними. Видите ли, наш мозг подобен компьютеру с двумя каналами ввода информации. Когда мы наблюдаем что-то в физическом мире, образ увиденного идет от сетчатки глаз через нервные пути в мозг. Таким способом внешний вид физического объекта воссоздается в нашем мозге и мы видим. Сказанное столь же верно и для духовного мира. Только на этот раз информация подается не через физические глаза. Она идет через наш дух. В этом случае мозг способен получать два образа одновременно – образ из физического мира и образ из духовного мира. Однако демоны не учат о духах своего мира, они учат их о третьем глазе. Иногда демоны сотворяют даже фальшивый физический третий глаз в середине лба. Оккультисты верят, что это тот самый третий глаз, который дает им способность видеть духовный мир. Но они не понимают, что в действительности используют свой же собственный дух. Способности третьего глаза называются также физическими способностями. Сегодня мы имеем настоящее нашествие движения Новый век с его совершенно новым набором терминов. Так как третий глаз располагается в центре лба, апологеты Нового века называют его центровка вместо третий глаз. Термин центровка в Новом веке обозначает процесс усиленного контакта с духовным миром. Фактически, поскольку сатана прибавляет обман к обману, старые оккультные термины более не употребляются. Теперь это новые, вполне научно звучащие слова. Одна из наиболее важных вещей, которую следует делать, требовать четкости терминов. Действительно, а что же обозначают слова? Давайте рассмотрим несколько примеров. Помните, существует только четыре типа духов. Демонические духи, ангелы на службе у Бога, человеческие духи и и сам Бог. Термины нового века. Слова, которые относятся к одному из четырех типов духов. Энергия, колебания, электромагнитные колебания, внутренний человек, человеческий дух, советник, вид демонических духов, которых обычно называют духовными хранителями или фамильными духами. Существо, сия, высшие силы, атман, индусское слово для обозначения человеческого духа, прана, способ дыхания, применяемый в йоге для того, чтобы вызвать излитие духовной силы. А вот слова, относящиеся к контакту с духовным миром. Самореализация, способность контролировать свой дух и таким образом достигать контакта с духовным миром. Высший уровень сознания, это то же самое, что контакт с духами и с духовным миром. Божественное сознание, это контакт с духовным миром как таковым, потому что нью-эйджеры, иногда движение Новый Век называют нью-эйдж, думают, что Бог это и есть духовный мир в целом. Они не делают различия между сотворенными духами, и их создателем. Альфа или тета уровень используется в контроле сильворазума и в других случаях. Фактически является состоянием транса, в котором достигается контакт с духовным миром. В состоянии такого транса мозг излучает волны, которые могут даже доминировать над аппаратом, используемым в медицине для наблюдения за мозговой активностью, нечто вроде энцефалографа. Это псевдонаучный термин. Левый ум, правый ум – это целая теория, которая используется для того, чтобы проскользнуть в сферу контактов с духовным миром. Когда вы будете различать термины, вы начнете понимать, что речь идет о запрещенных Богом контактах с духовным миром. Заметьте, речь идет не о таких понятиях, как безличное колебание или энергии, которые человек может использовать и контролировать. Всякая духовная энергия очень персонифицирована. Она всегда относится к одной из четырех групп, о которых здесь уже упоминалось. Это демоны, ангелы, духи человеческих существ и Бог. Человеческие существа не могут контролировать Бога или Его силу никоим образом. Следовательно, если вы контролируете энергию духовного мира, то используете демонов. Я детально описал человеческий дух и его оккультное использование в своей книге «Приготовься к войне», глава 16. Не стану повторять здесь эту информацию. На протяжении веков сатана постоянно использовал три способа введения людей в контакт с духовным миром. Это наркотики, медитацию, гипноз, состояние транса, все они подразумевают опустошенный разум, и галлюцинации, а также управляемые образные видения. Деформирующие сознания наркотики использовались повсюду в мире, в любой культуре знахарями, шаманами или оккультными докторами для установления контакта с духами. Любопытно, что закоренелые сатанисты западного мира не проявляют интереса к употреблению таких наркотиков, как ЛСД. Почему? Потому что они не путешествуют в духовный мир с его помощью. Они и так каким-то образом все время видят этот мир, поэтому не нуждаются в таких наркотиках, как ЛСД, которые помогают его видеть. Путешествия с помощью наркотиков это эксперименты с выходом в духовный мир, не больше и не меньше. Демоны мастера обмана. У них есть способность называемая включить телевизор. Это подобно тому, что делается людьми на киностудиях. Если вы посетите студию, где производят многие фильмы Америки, то сможете пройти по улочке какого-нибудь Старого Запада, но повернув за угол окажетесь в Англии 18 века. Поверните еще раз за угол и вы попадете в совершенно другое время и в другую страну. Демоны могут делать то же самое в духовном мире, создавая любые виды иллюзий для людей, находящихся под их контролем. Восточные религии группируются вокруг подобных контактов с духовным миром. Для таких контактов они развили всевозможные формы медитации, включающие в себя расслабление и технику опустошения разума. Писание же говорит о том, что мы всегда ответственны за контроль над своим разумом. Как только наш разум опустошен, демоны свободно могут овладеть им и контролировать его. В конце концов, галлюцинации и управляемое образное видение это очень старая техника установления контакта с духовным миром. Даже если бы кроме нее не существовало ничего, все равно она одна была бы ответственна за тысячи христиан, впавших в практику использования оккультной технологии. Что же на самом деле делают люди, когда входят в контакт с духовным миром? Они устанавливают собственный контроль над своим духом. Я не знаю, какое правильное определение дать такому контролю, поэтому назвала его установлением связи между душой и духом. Каким-то образом разум устанавливает контроль над духом человека, в результате чего человек может использовать свой дух для того, чтобы смотреть в духовный мир и контактировать с существами, находящимся в нем. Помните, что наши физические тела никоим образом не могут видеть невидимый духовный мир или иметь контакт с ним. Этот контакт должен происходить только посредством нашего духа. Это связывает воедино нашу душу и наш дух, что было утрачено после грехопадения. Три разные технологии, о которых уже упоминалось, используются оккультистами по всему миру для установления контроля над духом. Интересно отметить вот что. Однажды некий человек обрел спасение, придя к Иисусу Христу из оккультизма, причем он не утратил своей способности контролировать дух до тех пор, пока не помолился и не попросил Господа разорвать связь души и духа согласно послания к евреям 4 главы 12 стиха. В очень редких случаях я также просила Господа разорвать связь между душой и духом у тех, кто не пришел еще к Христу. Когда Господь отвечал на мою просьбу, такие люди быстро теряли свою способность контактировать с духовным миром. Ясно, что это не Божья воля для его народа, иметь контроль над своим духом. Наш дух должен быть под прямым контролем Святого Духа, а не нашего разума. Это основополагающее различие между оккультизмом и христианством. Оккультисты контролируют свои контакты с духовным миром и делают это для увеличения силы, которую они могут использовать. Христиане, с другой стороны, никогда не бывают в контакте с духовным миром, кроме особых случаев, и всегда по воле Святого Духа. При этом они не контролируют силу Бога никаким образом. Христиане, слуги и ничего более. Господь работает через своих слуг, как он хочет, а не как мы хотим. Демоны сотрудничают с человеком, чтобы дать ему силу, какую тот хочет, чтобы увести его как можно дальше от Господа. Давайте будем старательно ходить в вере и в послушании нашему Господу. Не позволим заманить себя в сатанинские ловушки через греховное желание обладать сверхъестественной силой. Глава 11. Двери Что такое двери? Библия говорит, что мы храм Святого Духа. Я использую термин двери для обозначения греха, которое скверняет храм. Через эти двери греха демоны могут войти в нашу жизнь и вызвать разрушение в ней. Я полагаю, есть три сферы греха, которые подпадают под эту категорию. Вот они. Наследственность, сексуальные грехи, любой контакт с оккультизмом. Я в деталях писала о многих дверях в двух предыдущих моих книгах, поэтому повторять всю эту информацию здесь я не буду, однако хочу перечислить наиболее распространенные двери и описать только те из них, о которых еще не упоминала. Наследственность. Демоны передаются по наследству. Этот факт очень хорошо известен в оккультном мире. Он также хорошо известен в восточных религиях. Пожалуйста, посмотрите мою книгу «Приготовься к войне» страницы 137-138 для более глубокого знакомства с этой дверью. Сексуальные грехи Демоны переходят от одного человека к другому через сексуальные грехи. Они подразделяются на восемь основных категорий. Секс с людьми противоположного пола вне брака, секс с людьми того же пола, кровосмешение, секс с детьми, секс с животными, секс с демонами, садомозахизм, порнография. Любой из этих сексуальных грехов позволит демонам войти в человека, если он подвержен такому греху. Сексуальные приставания одна из наиболее распространенных дверей в среде детей. Это всегда следует заранними сексуальными играми, которые случаются у части детей и которые несут с собой последствия в виде все возрастающей вовлеченности в сексуальные грехи уже взрослеющего человека. Такое случается из-за того, что демоны попадают в человека уже с раннего возраста. Любой контакт с оккультизмом оккультизм имеет массу самых разных проявлений, в которые вовлекаются люди. Одно только перечисление их заняло бы множество страниц. Я собираюсь разбить оккультизм на категории и перечислить наиболее часто встречающиеся в связи с ним проблемы. Итак, классификация оккультных действий. Писание упоминает о следующих оккультных действиях варажба, астрология, описание звезд, магия, некромантия, волшебство, разновидность колдовства, обращение к фамильным духам, вызывание духов умерших или проведение сеансов общения с ними наиболее распространенные явления. Варажба это искусство предвидеть и предсказывать будущее событие или открывать скрытое знание. Большинство христиан полагают, что варажба включает в себя предсказание будущего, но это только вторая половина того, что ввергает людей в беду. Вот список наиболее распространенных форм варажбы. Хиромантия, гадание по магическому кристаллическому шару, гадание на воде, гадание по маятнику, гадание по пруту, гадание по картам, гадание по чайному листу, нумерология, гадание по внутренностям животных. Существуют, однако, и современные способы варажбы, которые преподносятся как научные методы. Сатана использует различные приемы, позволяющие придать хоть какое-то правдоподобие этим способам и затем раздуть их до размера внушительной сферы знания. Это еще одна область, куда проникает варажба. Вот некоторые из современных вариантов варажбы. Графоанализ. Это анализ рукописного текста. Некоторые факты действительно могут быть вскрыты через анализ написанного человеческой рукой, такие, например, как пол писавшего или подлинность почерка. Но когда вам говорят нечто подобное тому, что якобы в возрасте 11 лет у вас было происшествие, связанное с болью, которое создало трудности в общении с другими людьми, будьте настороже. Подобные вещи относятся к ворожбе. Большинство крупных корпораций сегодня практикуют графоанализ при приеме сотрудников на работу. К несчастью, многие церкви впадают в то же самое заблуждение. Иридиология. Роговица нашего глаза имеет цвет. Утверждают, что некоторые болезни можно диагностировать только лишь через изучение роговицы глаза, то есть иридиологию. Кинетика Пожалуйста, заметьте, что такая наука действительно есть. Название ее происходит от греческого слова кинесис, которое обозначает движение. Медицинская кинетика имеет дело с движениями человеческого тела. Ее предмет изучение того, как мускулы вовлечены в те или иные двигательные процессы. Но здесь речь идет не о ней. Я говорю об альтернативных разновидностях кинетики, таких как прикладная кинетика и кинетика поведения. Хотя эти дисциплины предлагают с виду ценные способы изучения некоторых функций нашего тела, многие практикующие врачи считают их далеко не научными. Например, диагностика заболеваний посредством тестирования мышц. Те, кто использует, утверждают, что способны поставить диагноз на расстоянии через заместителя, исследуя вашу мускульную силу, пока вы просто думаете о своем больном друге, который живет за много миль от места вашего нахождения. Вы можете также найти книги, посвященные альтернативным видам кинетики, выдвигающие концепции жизненной энергии, жизненной силы, акупрессуры, акупунктуры и т.д. Цитотоксикология – это диагностика некоторых заболеваний через определенное исследование клеток крови. Можно получить очень много информации через обычное, апробированное медицинное исследование крови, но невозможно диагностировать все заболевания, изучая один тип клетки крови. Рефлексология – это диагностика заболеваний по рефлексам. Гипноз – это по существу демонический транс. Это прямое нарушение Слова Божьего. Нам предписано пленять всякое свое помышление, а также трезвиться и бодрствовать. Мы должны быть постоянно настороже. Бог считает нас ответственными за себя и за свой разум. Гипноз требует полного подчинения гипнотизеру. Демоны всегда вселяются в человека, когда он в состоянии гипноза. Тот, кто владеет техникой гипноза, тоже демонизирован. Божьи дети должны быть чистыми от этого. Акупунктура Акупунктура зародилась в Азии. Это неотъемлемая часть азиатских религий. Считается, что иголки втыкаются в чи, то есть в дух. При помощи акупунктуры происходит демоническое исцеление. Акупрессура работает по тем же принципам, что и акупунктура. Цветоанализ Под этим я не подразумеваю моду. Я говорю о таком виде анализа, когда вам говорят, что определенные цвета влияют на ваш энергетический уровень. Исследование волос. Это диагностика по волосам. Волос состоит из протеина, который очень напоминает протеин ногтей на пальцах. Кроме недостатка протеина, никакие заболевания не могут быть определены по волосам. Для более глубокого изучения этих методик я рекомендую вам книгу доктора медицины Самуэля Файфера «Исцеление любой ценой. Скрытая опасность альтернативной медицины». Окультные игры и игрушки Окультные игры и игрушки переполняют наши магазины. Такие игры, как подземелья и драконы, прямая дорожка к колдовству. Все роли в этой игре связаны со зрительными образами, которые быстро вводят игрока в контакт с духовным миром. Родители должны быть необычайно осторожны при покупке игрушек для своих детей. Всевозможные игрушки-монстры — это фактически копии демонов, какими они являются в духовном мире. Дети проходят такую стадию развития, когда они особенно активно используют воображение и зрительные образы. Для демонов легче легкого стать похожими на игрушки, чтобы вступить в контакт с детьми через их игры. Практически все детские игры содержат в себе оккультные элементы. Кроме того, есть еще и огромное количество фильмов в наших школах, цель которых сделать детей спиритуалистическими медиумами первоначального уровня. Если вы еще не читали, очень рекомендую найти и изучить книгу Джоанны Михаэльсон «Как ягнята на убой». Эта книга превосходно разоблачает оккультизм, которому обучают в наших школах. Каждый родитель, имеющий ребенка школьного возраста, должен ее прочесть. Боевые искусства В оккультном мире хорошо известно, что сила демонических духов используется в боевых искусствах. Однако существует огромная путаница в том, что имеет отношение к таким вещам, как самооборона. Я думаю, отличное правило большого пальца можно применить здесь так. Если вы достигли того уровня, когда можете, не испытывая при этом никакой боли, рвать кому-либо мышцы и дробить кости, это означает, что вы используете демоническую духовную силу. Спиритические сеансы Согласно словарю Вебстера, это собрание, цель которых вступить в общение с духами. Кроме старомодных собраний в темной комнате вокруг тарелки, существует много других форм спиритических сеансов. Помните, что к ним относятся любые собрания, цель которых вызывание духов и общение с ними. Вот некоторые виды сеансов. Доска Уиджи не представляется возможным выяснить этимологию этого слова, которое автором никак не поясняется. Кровавая Мэри, детская игра, в которой перед играющими появляется в зеркале демон. Медитация, разговор с советником или духовным руководителем типа контроль сильворазума, а также множество других технологий общения с духами. Римский католицизм, вызывание святых и Девы Марии для получения помощи от них. Другие виды оккультных дверей. Йога, восточная медитация, галлюцинация и управляемые воображения, рок-музыка, использование магических кристаллов, ИСП, астральная проекция, скрепленные кровью договоры любого вида, включая заключение кровного братства, жертвоприношение любого вида, идолопоклонство любого вида, песнопение любых разновидностей мантр и тому подобного. Этот список практически бесконечен. Я хотела бы порекомендовать вам прочитать главу под названием «Двери» в моей книге «Приготовься к войне». В ней я детально описала эти двери, поэтому не хочу повторять здесь информацию. Глава 12 Освобождение Эта книга написана для всех детей Божьих, которые жаждут личных, близких отношений с Ним, с Богом. Она для тех, кто тоскует по Его голосу, кто не удовлетворится меньшим, чем Его присутствие и слава. Она для тех, кто ценит близкие отношения с нашим чудесным Создателем достаточно высоко, чтобы желать заплатить цену в своей личной жизни ради получения их, цену боли ежедневного сораспятия с Ним на кресте. Эта книга для тех, кто желает прилагать усилия в стремлении к святости и послушанию нашему возлюбленному Господину Иисусу. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Это необычайно сильная нужда для Божьих людей пробудиться и привнести святость в свою жизнь. Христианские церкви запада погрязли в компромиссах с миром. Доктрины преуспевания и удовлетворения плотских желаний преобладают над всем остальным повсюду в церквях. Никто не хочет платить цену за истинное отделение от мира и за святую жизнь. В результате бедность личных взаимоотношений христиан с Господом просто поразительна. Самый распространенный вопрос, который пасторы задают мне по телефону таков, «Разве возможно Господу напрямую общаться со мной?» Как это трагично. Воистину мы живем в такой период существования церкви, который не может быть назван иначе, как Лаодикийским. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды», а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Блеск телеканала «Христианин» и развлечения, которые он показывает, ослепляют глаза Божьих людей и доводят их до ужасной бедности. Эмоциональный подъем стимулируется частым хоровым пением и эмоциональной музыкой на многих церковных служениях, за которыми совершенно не слышно тихого голоса Святого Духа, призывающего нас к покаянию и святости. Мне кажется, наилучшим образом это описал Тозер в своей книге «Искание Бога». Пустая жизнь, мелкая религиозная философия, преобладание увеселительных элементов на церковных собраниях, превознесение мужчин, доверчивость к религиозной внешности, сверхрелигиозное сообщество, умение себя подать, вводящее в заблуждение личная активность, в противовес силе Духа. Это и подобное этому симптомы злой болезни, глубоко и серьезно поразившей наши души. Те из нас, кто принял славное предложение нашего Спасителя омыть грехи его драгоценной кровью, пролитой на ужасном Голговском кресте, должны оставить грех и осквернение в своей жизни. Давайте очистим себя, чтобы мы могли стать сосудом чести. Выбор за вами. Кем вы станете? Сосудом чести или сосудом бесчестия? Я настоятельно рекомендую каждому найти и прочитать книгу Филиппа Келлера, в которой автор блестяще описывает посещение гончарной мастерской в Пакистане. Он наблюдал за работой гончара, изготавливающего сосуд. Снова начал вращаться камень, но вдруг он в третий раз остановился. Плечи гончара печально опустились. Взгляд его усталых глаз был печален. С выражением отчаяния он поедал глазами глубокую шероховатую вмятину на прекрасной поверхности кубка. Со страстью обреченного он превратил сосуд в комок глины, вдавив его в середину круга. Под его руками кубок вновь стал бесформенным куском грязи, темным пятном, выделяющимся в центре круга. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. Что же гончар будет делать дальше? Он повернулся на своем шатком табурете, чтобы посмотреть на меня. Его глаза были затуманены, грустны, словно два источника, исходящие печалью. Он говорил тихо и неуверенно. Я сделаю из этой же самой глины горшок, который годится для грубых крестьянских рук. Давайте еще раз прочитаем второе послание к Тимофею, вторую главу, с девятнадцатого по двадцать первый стих. Здесь сказано, «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа». А в Большом Доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Выбор за нами. Будем ли мы противиться нашему Господину и через это станем сосудом бесславия и воспротивимся Духу Святому, когда Он обличает нас и говорит о том, что мы нуждаемся в очищении, то в этом случае, скорее всего, закончим свой путь как сосуды бесславия. Очищение себя. Вот о чем эта глава. Мы должны очистить себя. Ответственность за это лежит на нас. Вновь и вновь Писание призывает нас к очищению. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и Духа, совершая святыню в страхе Божьем. Итак, возлюбленные Мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии Моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия Моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Иисус заплатил на кресте цену за наши грехи, но это наша ответственность взять власть и силу, данные нам в имени Иисуса, чтобы очистить наш храм, то есть себя. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Так как Святой Дух обитает в тех, кто сделал Иисуса Христа своим Господом, Повелителем и Спасителем, мы должны тщательно следить за тем, чтобы держать себя в чистоте. Это обозначает не только то, что мы должны прекратить грешить, но и то, что мы должны удалить всю мерзость из нашего храма. Под этим подразумеваются демоны. Чем больше мы приходим к познанию Бога, тем более отдаляемся от обстоятельств своей жизни, наполненных грехом. Моя молитва о том, чтобы Святой Дух показал каждому нечто грандиозное в облике нашего Бога. Начало мудрости страх Господень, глупцы только презирают мудрость и наставление. Только таким образом мы сможем прийти к почтительной оценке величия и необыкновенной святости нашего Бога, чтобы пасть на лицо свое и возгласить «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Давайте смирим себя. Упадем на свое лицо перед Господом и покаемся в своих грехах. Давайте будем старательными в очищении себя для того, чтобы обрести способность стать сосудами, которые наш Господь может употреблять. О, как бы я хотела стать полезным слугой для своего Господина. Это главное желание моего сердца угодить Ему. Я не смогу этого сделать, если буду беспечно по отношению к греху и осквернению моего храма. Я посвятила оставшиеся несколько глав этой книги рассказу о сферах греха, который приносит осквернение в нашу жизнь и дает демонам право вторгаться в нее. Если вы вовлечены в какую-либо из этих сфер, вам нужно очистить себя. Я верю, что любой христианин может одержать победу над грехом благодаря силе и власти данным ему Господом Иисусом Христом. Я пишу эту главу для того, чтобы христиане смогли сделать это. До тех пор, пока вы глубоко не вовлечены в оккультизм, вы не нуждаетесь в посторонней помощи для очищения. Хорошо, если кто-то сможет молиться вместе с вами, но только вы нуждаетесь в том, чтобы упасть перед Богом и решить все свои проблемы наедине с Ним. Иисус наш примиритель, нам больше никто не нужен. Я призываю вас очистить себя прямо сейчас, не откладывайте, время коротко, я убеждена, что возвращение Иисуса близко. Вы хотите очистить свой сосуд в послушании по велениям нашего Господа? Или вы будете упорствовать в бунте, жить в неге и комфорте, что сделает вас сосудом низкого употребления? Выбор за вами. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Иисус дал своим слугам власть над демонами, власть в своем имени. К сожалению, служение освобождения приобрело очень плохую репутацию в церквях из-за применения небиблейских методов. Мы все проходим через процессы обучения. Я жалею, что в своей книге он пришел отпустить измученных на свободу. Я недостаточно ясно сделала акцент на том, что такая тяжелая война с демонами в Илании происходила только потому, что я порой игнорировала правильный путь к освобождению. Господь требует, чтобы я писала о своих ошибках так же, как и об успехах. Я хочу особо выделить то обстоятельство, что теперь я не разговариваю с демонами и не позволяю им проявляться физически, как это бывало прежде, в начале моего служения. Если бы я тогда знала то, что знаю сейчас, мне не потребовалось бы так много времени на освобождение Элании. Как только я приступила к медицинской практике, я ежедневно видела людей, которые вышли из сатанизма. Вполне понятно, что я не имела возможности тратить много часов на освобождение каждого. Очень скоро я стала искать Господа для получения ответов на свои вопросы. Мои молитвы были примерно такими. Господь, почему, когда Иисус приказывал демонам выйти, они выходили немедленно? Я же трачу битый час, споря и сражая с ними, прежде чем хоть один выйдет? Ответ Господа был кратким и в самую точку. Именно так. Видите ли, проблема была как раз в том, что я разговаривала и спорила с демонами. Правда, это была не вся проблема, остальную часть составлял грех. Почему? Во-первых, потому что я разрешала человеку, который проходил через освобождение, впадать в грех, становясь медиумом. Что такое медиум? Это человек, который позволяет демонам говорить через него. Бог строжайше запрещает это. Как много раз служители освобождения просят человека, которому они служат, расслабиться и позволить демонам говорить через него. Они подталкивают человека прямо к греху. Во-вторых, Писание строго запрещает практику фамильных духов. Что значит консультироваться с фамильным духом? Это означает говорить с демоном, стремясь получить от него нужную информацию. У колдунов есть специальные демоны, которых они используют время от времени для получения информации. Когда служители освобождения позволяют себе получать информацию от демонов о том, кто они такие, как вошли в человека и тому подобное, то в этом случае сам служитель, консультируясь с демоном, впадают в грех, подобный общению с фамильным духом. В конце концов, мы же храм Святого Духа. Какое согласие между Христом и Велиаром? Святой Дух Иисуса Христа не имеет никакого согласия или союза ни с Велиаром, ни с каким-либо иным демоническим духом. Таким образом, те христиане, которые позволяют демонам устанавливать каким-либо образом контроль над своими телами, грешат. Книга Иакова, особенно 3 и 4 главы, учит нас, что мы отвечаем за контроль над своим телом, ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Иакова 4, 8 учит нас, очистить свои руки и сердце. Есть еще много стихов Писания, которые говорят, что мы ответственны за контроль над своим телом. Главное препятствие в освобождении — грех. Мы не должны грешить, получая информацию от демонов, не должны также позволять людям, которым служим, становиться медиумами или каналами, через которые демоны говорят. Такая практика запрещена Божьим Словом. Затем Господь показал мне, что освобождение должно быть шагом веры. Каждый шаг христианина основан на вере. Все, что мы получаем от Бога, достается нам верой. Освобождение не является исключением. Как действует вера в освобождении? Вера — это абсолютное принятие за истину того факта, что Бог всегда исполняет свое слово. Таким образом, освобождение основано на слове Божьем. Мы принимаем как факт то, что если подчиняемся Божьим приказаниям, он всегда выполняет свои обещания. Освобождение основано на следующих стихах Писания. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. Если мы покаемся и исповедуем наши грехи, Бог очистит нас. Это так просто. Это так просто.